Один из важных моментов жизни – вручение членского билета Союза журналистов России. Александр работает в СМИ не так давно, но уже следует канонам. Важно, когда ночной матч, вечерний, ну, к примеру, хоккей, для меня важно отработать его именно вечером, не в рабочее время, потому что я знаю, что кто-то это будет читать, для кого-то важно, может быть, мое видение матча или результат, статистика. Союз некоторым образом стал модным для молодежи. Действительно модно иметь корочку Союза, на котором на ней написана пресса, и иногда она работает как журналистское удостоверение. Кстати, во время ковида многие очень известные люди хотели быстро вступить в Союз, потому что корочка давала возможность выйти на улицу. Вручение билетов прошло в рамках форума «Алтай-Медиа», первого за пять лет масштабного мероприятия для журналистов. Больше 50 авторов печати, радио и телевидения собрались в Белокурихе обсудить состояние сферы. Так, по мнению гендиректора Национальной ассоциации телерадиовещания Александра Широких, в России, скорее всего, появится третий мультиплекс. Но альтернатива есть уже сейчас – выход за рамки ТВ и развитие других каналов, соцсетей. Телевизору предпочитают мобильный телефон. Телесмотрение в России очень разное, в среднем это около 4 часов в сутки, но оно падает, ну или растет, давайте говорить по-другому, растет с запада на восток, и Сибирь как бы, ну, грубо говоря, топ-2 по телесмотрению. То есть самое большое телесмотрение на Дальнем Востоке, почему, не знаю. Мобильное потребление у нас персональное, ну, мы никогда почти не смотрим телефон вдвоем с кем-то, да? Ну, если только мы не там сфотографировали друг друга, ой, покажи там, показал, да? А телевизор – это семейная история. Участники обсудили, что в погоне за реакцией читателя идут на компромиссы со сроками и объемами информации, но не качеством, а с появлением нейросетей и роботов-новостников все чаще приходится доказывать свою незаменимость экспертностью, эмоциональностью, прогнозированием. Также на форуме обсудили организацию современной газеты, СММ, «Вопросы права». Главный посыл этого форума – это, конечно, образовательный посыл, потому что у нас достаточно много и государственных, и коммерческих СМИ в регионе, и таких мероприятий, как вот медиафорумы, нашему региону, конечно, не хватает. В следующем году в Алтайском крае планируют провести образовательный форум для местных СМИ под эгидой Союза журналистов России. Об этом рассказал председатель Союза Владимир Соловьев после встречи с губернатором Виктором Томенко. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.